так всем добрый день смотрите очередная услуга которая у нас давно нашей компанией омзап вот сейчас просто решили как бы снять есть такая машина как хундай матрикс санта фе классик хундай у нас туксон идет с таким мотором даже есть sonata kia magentis это турбодизель 2 литра d4 я у них есть такая болезнь как насос тнвд вот так он выглядит это контрактный насос вот допустим пришел там у нас скорее у них есть такая одна из проблем как подтекает крышка плунжера то есть насос у нас так стоит прикрученный и очень часто подтекает либо нижняя либо верхняя крышечка если она подтекает то это не беда вот у нас пришли в контрактные насосы практика показывает что 50 процентов этих насосов которые приходят при установке то есть просто ставим потом именно идет течь из-под крышки поэтому поэтому также есть некоторые контрактные с неисправностью то есть задира корпуса или с неисправным плунжером или с ржавчиной внутри данный насос но будущее уже опытными людьми мы ни в коем случае никогда не ставим на стенд дело в том что мы не знаем что внутри и то есть это может быть стружка которая может попасть в стенд это может быть какая-то неисправная механическая часть то есть он может заклинить из сорвать уже вот именно муфту на стенде поэтому поэтому давным-давно было как как бы решение чтобы любой насос не важно это там grand starx или что-то еще трех плунжерный 2 там европятый евро третий пера вскрывается все смотрится механически и только лишь если там все хорошо туда устанавливается ремкомплект новый потом он ставится на стенд и мы уже его тестируем ремкомплект принципе на все насосы на бошевский он выглядит вот так вот примеру мы будем делать все четыре насоса вот здесь у нас есть комплектик номерочек если кому-то нужен то есть вы можете даже сами приобрести заказать его вот эти два разобрал я насоса у них все прекрасно все отлично поэтому нам нужно будет все вычистить все отмыть поставить новый ремкомплект и после уже чего мы поставим его на стенд и по тест-плану он нам покажет что если вдруг вы приехали или или вы делаете сами что следует сделать вот эти крышки как правило плунжера как правило они в грубой ржавчине всегда потому что полностью вот эта часть вот сюда к насосу не ложится то есть вот так всегда есть зазорчик такой там прям буквально не знаю там 40 50 может быть даже 7 соток вот и также здесь она первое что мы делаем мы удаляем грубую грязь от корпуса насоса то есть везде вычищаем можно это сделать болгаркой щеткой можно сделать какой-то пневмо щеткой там тоже щёточкой можно сделать допустим вот есть вот такие мягкие губочки то есть под наждачку они разных то есть мелкие крупные от грубой части удалили после чего после чего вот такие у нас корзиночки во что мы складываем все будет мыться если допустим корпус насоса ну основную грязь тоже желательно то есть они перед этим мылись чтобы жидкость для ультразвуковой ванной довольно дорогостоящие вот поэтому вот у нас ванночка я только что я прям помыла она была очень так и грязно вот опускаем туда наш корпус который не уместится крупные части нам сеточку смотрите болты мы закидывать они не будем это нет смысла вот этот переходная муфта между крышкой и корпусом плунжера то есть там у нас резиночки бросаем это в принципе не обязательно то есть обязательно моем крышки плунжеров плунжера тоже сами будем обязательно мыть смотрите есть один момент не желательно то есть плунжер со своей основой вообще нельзя путать то есть он уже притёрся к своему и не желательно путать сам плунжер и крышку то есть лучше чтобы они остались на своем месте то есть как вот они положены то есть нужно запомнить и вот он уже сам обратный клапан то есть его тоже надо будет мыть по клапану обратному не важно чтобы он стоял там на своем месте сейчас вот допустим первую часть мы забрасываем это будет не быстро но это будет качественно устанавливаем мы все это дело на полчаса большей части играет роль не столько время сколько температура ну что все помыли потистили начнем сейчас сборку смотрите сразу чтобы не было лишних вопросов для насосов существует специальный стенд куда вставлять то есть для разборки сборки вот но вот сюда он ставится такая станина но именно для этого насоса она не подходит то есть там своеобразной проставочки то есть он не подходит это первое второе она мешается поэтому можно сделать это в обычных простых тисках здесь все продули помыли то есть самое главное у нас грязь чтобы ее не было здесь есть вещи которые нам не нужны так вот здесь заглушки надо смотреть там все внутри лежат резиночки чтобы ничего не осталось насос соберем и если он будет там длительное время лежать то его надо будет заглушки эти вставить все проверяем бывает а заскакивать много заскочил вот в каждой практически это у нас под крышку сюда две зелененькие черненькие либо они бывают набора зелененькие это уплотнительная крышка резинка полунжера вот сюда она вот так смотрите еще вот эти вот коричневые нам не нужны будут получается сейчас считаем 1 2 3 4 5 6 вот эти коричневые они здесь лишние то есть сколько я собирал всегда не лишним самое главное вот эти колечки они сферические это уплотнительная между клапаном и крышкой вот то есть они односторонние одна широкая вторая узкая то есть мы их будем сейчас засовывать в крышку первое с чего нужно начать это как раз подготовить саму крышку вот эти все четыре болта которые будут давить они будут давить через основу плунжера давить на клапан и клапан будет упираться прямо туда в крышку то есть он должен плотно сесть вот получается вот туда сейчас узенькой стороной раз и вкладываем ее маслица мы обязательно прошли потому что под давлением надо чтобы он сел правильно вот он сам у нас клапан вот здесь ложится она вот она и след опускаем теперь берем сам плунжер плунжер маслицем мазнули ну и чтобы пружинка попала здесь в свой паз вот все проверили здесь тоже маслицем мазнули и туда его так здесь тоже пятачок мажем вот эта тоненькая вставляется у нас вот сюда то есть ее надо попереть она так выглядит по диаметру больше чем положено и вставляется тоже довольно плоховато вот она вставилась так сюда сюда ничего не вставляем пока ничего не вставляем потом покажу как эти будут вставляться эти муфточки с резиночками то есть одеваем сперва пластиковую потом резиновую обрабатывают ее графитом то есть если вот сейчас почистить то она видите остается синенькая потом для начала соберем саму крышку у кулачка кулачка вверх-низ нету у нас так смазываем сам насос у нас внизу лежит вкладыш то есть один там и здесь здесь тоже вниз промазываем так вот все у нас на месте резинки садятся плотно поэтому промазываете маслят так вот теперь колечки одно побольше одно поменьше то есть визуально видно вот это больше это нижнее колечко у нас вот лежит и и верхняя крышку внутри у нас вкладыш здесь тоже вкладыш сальники тоже чуть промазываем лучше вот это риск на валу которая якобы съела подсальник сколько б я не сталкивался то есть это риск никогда не мешало его работе и никогда не подтекало топливо так тут в принципе ничего страшного нету то есть тут даже может остаться след вот у нас болты крепится неважно как вы поставите то есть метки какой-то своей специальные нету и канала вот ну допустим вот у нас старый здесь след остался и вот сюда все опускаем все потом придавливаем и и он сел все то есть такой характерный щелчок был ничего затягивает с бешеным усилием не нужно то есть в принципе если у вас есть ремкомплект то можете взять любой абсолютно насос и перебрать его ремкомплект желательно если насос бошевский то пусть он будет бошевский оригинальный если у вас дэлфи значит дэлфи так это колечко у нас которое уплотнительное двигатель оно шло было поэтому поставим визуально не порванное сейчас нам надо чтобы совпало под плунжер кулачок углубляем его до конца туда маслицем также везде все проходим одеваем одеваем и вставляем даже на плунжер вот этих резиночек что-то тоже лишних положили три штуки ну вот кстати в наборах бывает что довольно много вот эти вот очень ржавые они здесь даже не отмылись ультразвуке ну это у нас не рабочая такая можно сказать честь поэтому опять же сюда теперь одеваем пластиковую упорную шайбу и уже сами колечки пока смазывать ничего не будем перед тем как будем вставлять плунжер мы намажем это колечко теперь нам нужен плунжер плунжера сейчас опять же подготавливаем оставшиеся плунжер не важно куда вы поставите когда плунжер со стаканом внутри то есть ходит это бывает это бывает Delphi это бывает Bosch и также на 2.2 допустим когда у нас вот такой стакан стоит внутри и в нем допустим вот так плунжер тогда уже не путаем то есть у них своя выработка свое место здесь тоже клапан внутри стоит снимаем пружинку там такой пятачок и защелочка тоже тоже все разбирался в регионах все таки очень много то перебрать текущий насос то есть если у вас начал подтекать плунжер это сделать практически негде если даже сами побаиваетесь то можете взять какого-нибудь более-менее рукастого мастера даже если кто-то делает там топливщик старые советские еще насосы то вполне сгодится здесь ничего сложного нету то есть он сможет это сделать работу у нас есть вот этот D4A насос 2 литра также идет насос еще Santa Fe который уже получает рестайлинг 2.2 D4EB там тоже в принципе такой же насос только он можно сказать два раза больше более такой объемный и он уже с дозирующим клапаном то есть здесь у нас электронного на этом насосе вообще ничего нет вся у нас электроника находится уже на топливной рампе так вот сейчас болты здесь самый главный важный момент то есть это все утопили вниз пятачок чтобы совпадал и загоняем плунжер вот он и вот здесь теперь аккуратненько так же вставляем раз и готово все и теперь вот эти болты равномерно надо стараться наживить вот этот зазор который он есть так он и здесь останется он как раз этот зазор является причиной течи крышки то есть туда попадает ржавчина под резинку все еще такой момент нужно пройти два три круга дело в том что здесь есть такой эффект ослабление то есть одну затягиваем другая ослабляется то есть поэтому надо 2-3 раза пройтись то есть когда уже притянули еще раз перепроверить потому что мы затянули допустим последний болт до упора а допустим четвертый а первый уже слаб насос наш готов насос собран то есть все прекрасно вращается без каких-либо даже слышен звук как качает лунжер если у вас стал подтекать насос то есть насос подтекает на машине мы видим снизу надо даже будут симптомы что будет заводить чуть дольше чем положено так как будет подсос воздуха идти и только подтекает можно быть уверенным на 90 процентов что вы вскроете там все будет хорошо если опять же этот насос кто-то вам сказал что он погнал стружку как правило вот в практике я сталкиваюсь с тем что этот насос так как у него подкачного насоса отдельно нету а он у нас электрический находится в баке вот то стружку гонят как раз то вот вкладыши осевого то есть либо отсюда идет с вала с кулачкового вала либо допустим с самого этого довольно часто тоже сталкивался когда этот вкладыш закусывало и он вываливался просто они вот устанавливают сбоку стоят точки для тернения и когда идет задир его вырывает то есть тогда в том случае насос уже будет замена даже если в вашем регионе где-то проверить этот насос будет очень-очень сложно поэтому вы можете со стопроцентной гарантией устанавливать если правильно все собрали покрутили ничего нигде не закусывать вы можете его поставить и буквально там как только выгонит воздух он запустится если даже вы что-то где-то накосячили с какой-то резинкой ничего страшного либо он не не запустится машина и польется и вы увидите с какого плунжера у вас либо то есть все запустим скорее всего все запустится все будет работать ничего сложного нету то есть не нужно ничего мерить не нужно ничего искать там каких-то понятные вещи просто открыли посмотрели если грубых задирок ничего нет то есть если до этого все хорошо работало просто почистили помыли установили новый ремкомплект поставили забыли ну все всем до новых встреч ждите новых видео